Самара Спортивная готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года и растит своих чемпионов. В городе работают 105 тренеров-общественников. Евгений Архипов все свободное время проводит с малышней на футбольной площадке. Говорит, когда предложили стать тренером-общественником в Самарском районе, согласился не раздумывая. Мне ничего собирать не надо было. У меня уже все ребята были. С самого начала, когда я еще не работал тренером, у меня уже здесь все было и мне даже ничего собирать не надо было. Мне было проще, чем остальным тренерам-новичкам. На тренировки на свежем воздухе приходит и старый млад. Для пенсионеров разработана специальная программа. Тренировки бесплатные. Этим летом набрал обороты социальный некоммерческий проект «Фитнес в парках Самары». Департамент по физической культуре и спорту администрации городского округа Самара сейчас ведет активную работу с фитнес-центрами города по вопросу привлечения сотрудников в качестве специалистов по физической культуре и спорту, а также определение площадок для проведения бесплатных занятий. На заседании общественного совета по спорту глава администрации города отметил, важно не только организовать работу тренеров, но и отслеживать результаты их трудов. Как снизилась, например, преступность среди несовершеннолетних в тех или иных районах, это же как раз прямые итоги работы тренеров. Сколько вы подготовили ребят для того, чтобы они продолжили спортивное образование в школах наших? Сколько, может быть, вы подготовили победителей городских соревнований, районных соревнований? Городские власти делают спорт доступным каждому. В парках и скверах устанавливают антивандальные тренажеры, строят новые спортплощадки. В ближайшие годы в городе появится 33 спортивных объекта. До конца 2015-го в Самаре будут работать 8 ледовых дворцов. Вы видите, какие усилия предпринимает губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин для того, чтобы развить инфраструктуру современную. И мы должны все усилия эти поддержать для того, чтобы как можно быстрее инфраструктура создавалась, реализовывалась и шла пропаганда здорового образа жизни. Сейчас все спортивные школы переходят на федеральные стандарты образования. И это уже принесло свои результаты. Звание мастер спорта получили на 19 человек больше, чем годом ранее. Виктория Шара и Марина Матвейшина, Дмитрий Мешканцов. События. Продолжение следует...